Ну что, я в Албании, я думаю, вам звуки птичек слышны. Мы только что закончили обед с очень вкусными морепродуктами. Мои коллеги, с которыми мы обедали, сказали, что фразу, которую я произнесла, Боже, что-то хорошо, надо произнести на камеру. Поэтому, конечно, я ее произнесла. Очень удивляет меня эта страна. Я просто совсем не ожидала, от слова совсем, что здесь настолько красиво, очень красивый цвет воды. Он меняется в зависимости вечер, утро, день, волны, штиль, море. Это, наверное, самое огромное, что подкупает. Решила рассказать об Албании, потому что многие сейчас спрашивают, хорошо там или плохо. Потому что есть абсолютно два разных мнения о том. Некоторые люди говорят, что здесь супер здорово, а некоторые говорят, что просто катастрофа, вообще все убито и тому подобное. Буду развеивать мифы. Скажу, что мы живем на окраине курорта Ксамиль. На самом деле мы вчера вечером прошлись. Мы не поняли вообще, куда мы прошлись. Вдоль дороги нашли какой-то маркет. Есть маркет, есть ресторанчики. Но это как-то больше что-то в стройке, что-то просто дома или отели, которые не на первой линии или как-то далеко идти до моря. Перед этим я была в Дуросе. В Дуросе, кстати, абсолютно другое море, цвет воды. Вот он похож, как в Италии, абсолютно обычное. Песок, мелко. В отличие от Ксамиля, опять-таки, но и по поводу дороги, что до Дуроса вы едете где-то 40 минут, да, там 40 километров, но пусть час. А сюда, конечно, надо проехаться около пяти часов. Но я думаю, что вы видите этот цвет воды, это зелень, эти островки, которые есть здесь по всему курорту. Это правда того стоит. И что хочу сказать, что сегодня мы просто прогулялись вдоль набережной. И сейчас мы находимся в начале центра города. Здесь очень красиво, вкусно. Правду говорят, что здесь недорогие морепродукты. Допустим, мы заказали очень большой сет на четверых. Он стоил, по-моему, около 22 евро. Плюс два греческих салата на четверых. Вот такие две огромные тарелки. То есть, в принципе, по бюджету, как вы видите, можно баловать себя морепродуктами как угодно. Допустим, по меню, то, что мы смотрели, в среднем 12 евро 10. Это порция креветок на гриле. Ну и дальше, на ваше усмотрение, лосось, сибас, плюс-минус, та же история от 10 до 15. В зависимости от того, в каком вы десторане и что вы любите. В общем, подытожу. Я делаю трансляцию Албании. Вот принесли нам вот такое блюдо. 2500 подсказывают девочки в местной валюте. Это примерно 20-22 евро. Курс 120, по-моему, за 1 евро. Смотрите, какой здесь вид. Мы дошли, наконец-то, просто практически до центральной части. Самиля. Будем двигаться еще вон туда, налево, центр. Но здесь, конечно, совершенно все по-другому, потому что мы живем на окраине, и у нас вид деревушки. А здесь вот прям очень-очень, правда, вот такой вот ресторан. Дошли мы сюда по тропинке, которая ведет вот от нашего поселочка. Идти где-то километр. И хочу вам показать еще, смотрите, какой остров. Вот просто отдельно остров. Таких островов здесь много. Есть пляж, который называется Боробором, но он забит туда, но не попасть даже за деньги. Говорят, бывалые, которые каждый год ездят. В общем, подытожу, собственно. Албания для кого? Ну, не знаю. Наверное, в первую очередь для того, кому интересно, что такое Албания. Во-вторых, наверное, для того, кто хочет смотреть мир, а не просто сидеть в лакшери-отелях Турции или смотреть на рыбок в Египте. Ищу, говорит, свои впечатления. Сегодня второй день, как я здесь. Но, честно, не ожидала, что мне понравится настолько. До следующей карьеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова